В эфире телеканала Самара Гиз при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте! Расхожее выражение про жизнь, разделившуюся на до и после, для героев этой передачи не просто поднадоевший афоризм. После того, как деревянно-каменный дом, что более сотни лет украшал улицу Буянова в одночасье, превратился в пепелище, для восьми семей время остановилось. Пожары в старой части Самары не редкость, но этот случай имеет все шансы стать уникальным. За восстановление архитектурного наследия ратуют и погорельцы, и бизнесмены, владеющие первым этажом, и власти. Но когда есть люди, которым не все равно, шанс на хэппи-энд вполне реальный. По злой усмешке судьбы эти фото были сделаны буквально за несколько часов до пожара. Первый этаж сияет свежей отделкой, там располагался хостел. Второй, где были квартиры, украшает тончайшее деревянное кружево. Все это теперь история, как и эти кадры, снятые зеваками. Пожарные приезжают быстро, но бессильны. Чтобы на улице, носящей имя самарского революционера, из искра возгорело с пламя, хватило нескольких минут. Как вот так вот разгорелось то, что не увидели даже? О, еще больше. Пламем было охвачено, вот эта вся часть. Буквально, ну, одна-две минуты. И здесь уже невозможно было ни пройти, ни выйти, ничего. За 10 минут перевернулась вся просто резкая жизнь на 360 градусов. За 10 минут дом сгорел у нас. Мы стали бомжами. И мы стали никто. У меня такое ощущение, что уже год прошел, мы так вот болтыхаемся непонятно где. Домой не придешь, никуда не придешь, толком не постираться, не помыться. Ну, что там на этой даче в этих тазиках? Вот что значит, нет дома своего просто. Некуда пойти. Хорошо, хоть обошлось без жертв. Большинство жителей были на дачах, а те, кого пожар застал дома, спасались, выпрыгивая из окон. Никто не успел даже почуть это моментально. У меня брат отгорел, он просто говорит, я вышел, вышел. А вот это окно, здесь уже пламя. Он когда бежал, факел на голове горел. Ой, что они хрустят. Прям даже страшно. Сейчас наступишь, а она вот, вот она вся вот разваливается. От лестницы, как и от террасы, где дружные соседи справляли праздники, остались только головешки. Теперь, чтобы попасть внутрь дома, нужно идти совсем другим путем. Только аккуратно. Вот наша дверь, остатки от нее. Это вид снаружи. Холодильники, скажем, морозильные камеры. И все остальное, все, что вот осталось у нас от жилья. Имущество дело наживное, но огонь уничтожил. И то, что восстановить нельзя, сокрушается Сергей Митрофанов. Его дочь Виктория, инвалид по слуху, лауреат городских и международных конкурсов по песочной анимации. И почти все ее награды сгорели. Здесь вот кисели у нее картины, на которых она срисовывала. И на этом песке она вот занималась. Вот тут все, что осталось. Вот ее полочка, вот так на стене, на которой были ее награды. Это вообще, я даже не знаю, одна третья часть. Здесь вот ее глава администрации Ленинского района награждал. Тоже она большой вклад туда, в Ленинский район вносит. На всех значимых мероприятиях выступает. Ремонт у всех у нас был. И у Гали были, и у соседей. У Вики было в комнате ремонт. Мы год тому назад сделали ремонт ей. Там все чистенько, все вот было. Когда случился пожар, по кварталу поползли зловещие слухи. Наш бизнесмен отстроил гостиницу, второй его сожег. Теперь тот отстроит, этот бизнесмен его сожгет. Вот так они между собой конфликтуют. Это идут разговоры по городу, а так мы не знаем. Но все оказалось куда банальнее. Ничего криминального эксперты не нашли. Дом погубила старая проводка. О том, что ее век давно истек, стало ясно еще в январе. Когда щиток впервые задымился. Жители забросали письмами управляющую компанию коммунальник. Но о этой конторе, где в начале лета сменились собственники руководства, уж точно было не до проблем старого дома. Пока одни ждали, а другие уклонялись от своих обязанностей, обратный отчет уже начался. Так надежда на авось лишила жителей крыши над головой, а бизнесменов прибыли. Хостел на первом этаже дома огонь пощадил. Но находиться здесь все равно невозможно. Все абсолютно протоплено и уничтожено гарью, которая летела сверху. Тут куча пепла. Видим уровень воды, как она стояла. Клещик, как минимум, была вода здесь. Помещение даже застраховать не успели. Только-только закончили ремонт. Стены расписывали самарские художники. При этом дизайнеры старались максимально сохранить аутентичность старинного здания. Этим стенам уже больше ста лет. Мы, собственно, все старались сохранить всю эту историческую кладку. Точнее, этим стенам уже 135 лет. Изначально одноэтажная каменная усадьба на Синой, такое название до революции носила улица Буянова, принадлежала надворному советнику Кавскому, а затем перешла в собственность крестьянина Василия Леонтьевича Прохорова. Он-то и подал прошение в Самарскую городскую управу о постройке деревянного дома на каменном этаже с подвалом. Разрешение получил в ноябре 1896 года. Встроили тогда на совесть. И если бы не пожар, уверяют жители, этот дом еще бы лет сто простоял. Встроил человек для себя, наверное, века. Так оно и получается. Век он простоял. Он выдержит любую экспертизу, любые нагрузки. В фундаменте ни одной трещины нет. Все жильцы, наши дети, мы хотим, чтобы нам сейчас восстановили этот дом, отреставрировали. Тем более он является исторической ценностью. Но мы впрямь официально признан объектом культурного наследия регионального значения. Именно по этой причине жители отказываются переезжать в маневренный фонд и надеются на восстановление памятника. Чтобы ускорить этот процесс, готовы и сами поучаствовать материально. В городском департаменте управления имуществом, где тоже заинтересованы в счастливом финале этой истории, говорят, это тот редкий случай, когда люди не просто требуют, но и предлагают. Это вот радно, что люди и съезжать не хотят, да еще и собственные силы не готовы поучаствовать. Они просто приходят что-то потребовать. Есть люди, которые по 60 лет уже в этом доме живут. И, конечно, соответственно, никто никуда съезжать не хочет. Настолько уже привыкли. У нас здание не веткое было, не аварийное. Хотя ему и 135 лет. Чисто теоретически, то, о чем вы говорите, не вижу, так сказать, серьезных препятствий. Вместе с тем, если это памятник архитектуры, это очень сложное согласование всех проводимых работ. Из Минкульт сейчас выделили отдельно это управление. Может быть, будет попроще. Не исключаю, что они согласуют вам все эти моменты. Мы возражать не будем. Константин Елфимов, заместитель главы департамента, разъясняет жителям алгоритм действий, какие собрать документы, куда направить запросы. И самое главное, до середины сентября судьбу дому будет решать межведомственная комиссия. И людям необходимо принять в ней участие. Межведомственная комиссия, судя по тем документам, которые мы сегодня посмотрели, скорее всего, признает его аварийным и подлежащим реконструкции. Соответственно, поучаствовать в процессе восстановления вполне будет возможно. Когда люди так активно хотят поучаствовать в этом процессе, я думаю, что здесь все получится. И причем в более сжатые сроки, чем если бы этим один муниципалитет занимался. По крайней мере, за эти полтора месяца более-менее нам кто-то что-то адекватно разъяснил, что нам нужно дальше делать. Мы, может, там готовы сами строить материал где-то, может, где-то как-то подешевле. Ну, конечно, хотелось бы тоже помощи. Жители говорят, что мы согласны вложить свои деньги, компенсацию на строительство, на реконструкцию. Мы сделаем расчеты, мы поставим людей, мы будем вести контроль, мы будем вести подотчетную все документацию, то есть готовы отчитываться за целевое использование денег. Если нужна фирма с лицензией, у нас есть такая фирма. Но восстановить это реально. В городе много людей, которые могут оказать спонсорскую помощь. 5-6 бизнесменов сойдут, по 2-3 миллиона выделят. Для них это ничего. А на эти деньги мы можем полгода не построить. Захотят ли вкладываться в реконструкцию дома мифические бизнесмены, вопрос риторический. Зато представители собственника первого этажа, злополучного дома, говорят, что не останутся в стороне. Я уверен, что его нужно восстанавливать, потому что, помимо того, что это памятник архитектуры, центр города, историческое наследие, если скажут, что да, этот дом будет сохранен, то, естественно, мы все совместными усилиями будем, видимо, искать какое-то единое решение по тому, что здесь можно сделать. Пока готовился этот материал, пришли сразу две новости. И обе хорошие. Первая из Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области. Усадьбу Кавского и списка памятников вычеркивать не собираются. Это значит, что дом ни при каких обстоятельствах сносить не будут. Его ждет реконструкция. Вопрос, когда? Все, конечно, упирается в финансирование. Восстановление памятников удовольствие не дешевое. Впрочем, вторая хорошая новость как раз касается денег. Из городского департамента ЖКХ жители получили письмо, что их дом, который должны были капитально отремонтировать не раньше, чем через 3-4 года, поставили в план уже на 16-й год. К тому же Мундиаль не за горами, а дом на Буяново как раз располагается в самом, что ни на есть центре. Так что буду надеяться, что восстановление из пепла этого архитектурного наследия не затянется. На сегодня пока все. Буду следить за темой. Звоните, пишите, жалуйтесь. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин